МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своими руками в Бийске прошел финал национального чемпионата по ландшафтному дизайну. Такого нет в законе, как представители торговых сетей пытаются обмануть бийчан. Итак, мы начинаем. Даже в этот дождливый день бийчане находят поводы для радости. На улице Ленинградской начали укладывать асфальт. Улица уже давно нуждалась в проведении капитального ремонта. По ней ходит общественный городской транспорт. Протяженность участка, на котором проходит капитальный ремонт, больше 1 километра. Стоимость ремонта составила более 30 миллионов рублей. Помимо самой дороги на Ленинградской сделают и тротуары. Выполнить ремонтные работы и сдать объект подрядчик должен до 10 октября. После недавних событий, когда на детскую площадку упало дерево, бийская администрация рекомендовала управляющим компаниям и ТСЖ обследовать придомовые территории на предмет наличия опасных и ветхих деревьев и крупных больших веток, которые могут упасть на головы детям и взрослым. Просьба относится к управляющим компаниям и ТСЖ, в чьем ведении находится придомовая территория обслуживаемых домов. Им необходимо обратить особое внимание на состояние деревьев и возможность угрозы их падения в случае штормового ветра. При обнаружении больных, старых, сухих деревьев принять все необходимые меры для устранения подобной угрозы. При этом сами управляющие компании, как нам пояснили, никаких писем и рекомендаций не получали. А просьба от администрации была высказана в социальных сетях. При этом некоторые управляющие компании и так периодически осматривают придомовые территории и ликвидируют опасные и хрупкие ветки деревьев. А теперь о ковид-статистике. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 64 инфицированных. Выздоровели 53 пациента, смертельных случаев 3, 2 из них от коронавирусной инфекции. В Наукограде все спокойно, за сутки ни одного нового случая. Всего в крае инфицированных 12 280 человек, количество выписанных по выздоровлению 10 979. Таким образом, на сегодняшний день проходит лечение 927 человек, из них в госпиталях находится 820 пациентов. Амбулаторное лечение получают 107 пациентов. Тяжелобольных 126 на аппарате ИВЛ 49. За время пандемии в Бийске заболели 895 человек. Бийские торговые сети поставили обман покупателей на поток. Пользуясь тем, что бийчане не всегда досконально знакомы с законом о защите прав потребителей, и сотрудники отказываются обменять товар или вернуть потраченные деньги, если товар не подошел. Многие бийчане или верят сотрудникам магазинов, или жалеют времени на разбирательство. Как действовать, если ваши права нарушены, узнаете из нашего следующего сюжета. Больше 100 обращений в месяц. Получается, каждый день в Бийске нарушаются права минимум трех потребителей. Совершая покупку, мы обычно и не планируем ее вернуть. Между тем, часто сделать это необходимо. Причиной может служить брак или вы просто передумали. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар, надлежащего качества, на аналогичный у продавца, то есть у магазина, в котором был приобретен данный товар. Если он не подошел по цвету, фасону, размеру, комплектации, обмен у нас происходит данных товаров в течение 14 дней, не считая дня покупки. При возврате качественного товара покупателю нужно сохранить не только чек, но и товарную упаковку, фабричные пломбы и ярлыки. Если товар бракованный, магазин без споров обязан обменять его или вернуть вам деньги за покупку. К этому можно подготовиться заранее. Цельсообразно написать два заявления на магазин, где указывается фамилия и отчество потребителя, к кому мы обращаемся, то есть в магазин данный, телефон, либо домашний адрес, когда был куплен товар и причина его возврата. И все. То есть один экземпляр заявления с товаром у нас отдается продавцу, а на втором экземпляре заявление, которое должен у потребителя остаться, желательно, чтобы продавец сделал пометку о принятии, кто принял и поставит дату. На деле сотрудники магазина всячески уклоняются от исполнения закона, пользуются тем, что чаще всего покупатели не знают закон на зубок. Съемочная группа вийского телевидения испытала на себе, что значит вернуть деньги за некачественный товар. Даже возвращая деньги, сотрудник продолжал спорить. Управляющий разрешил вернуть деньги. Хотите, можем ответить на претензию, хотите, можем вернуть деньги. Верните деньги. Вы зачем так делаете? Я не делаю. То есть мы действуем, как написано в законе прав потребителей, чтобы товар был технически исправен, внешне, то есть имеет товарный вид и в упаковке. Там написано, упаковка не обязательно. Откройте мне. И в секторе защиты прав потребителей не в последний день. Везде напишут, чтобы коробка была в идеальном состоянии. Закон о защите прав потребителей действительно имеет много нюансов. Есть даже список товаров, которые возвращать нельзя. Рядовой покупатель и не должен знать все тонкости. Имеют ли право сотрудники магазина искажать смысл закона – вопрос этики. Однако, как отмечают специалисты, до суда подобные дела доходят редко. А думаться магазин заставит уже письменная претензия. Ведь по решению суда им грозит уже реальный штраф. Деньги мне вернули, но остаток, как говорится, остался. Я считаю, покупатель не должен доказывать, что ему должны вернуть деньги за товар в течение 14 дней. Если вы считаете, что ваши права нарушены, можно обратиться в сектор по защите прав потребителей. Специалисты бесплатно помогут разобраться, кто прав, а кто виноват в конкретной ситуации. Ксения Цапко, Андрей Сегаев, Будни. А мы продолжаем, и вот о чем расскажем дальше. Уши, лапы и хвост. Школа Каюров возобновила свою работу. И как четвероногие перенесли одиночество пандемии. Своими руками в Бийске прошел финал национального чемпионата по ландшафтному дизайну. Кооператив «Сибирский капитал» принимает сбережения под 7,65% годовых с ежемесячной процентной компенсацией. Бийск. Коммунарский 16. Дробь 1. Подробности по телефону. 8 800 201 00 58. Гипермаркет низких сцен «Маяк» на Васильево. Минтай свежемороженый. 99,90 за килограмм. Сервилат классический. Омский бекон. 149,90 за 500 грамм. «Маяк» на Васильево, 85. В Бийске будут судить психически нездорового мужчину. Он обвиняется в убийстве соседки. Конфликт случился на фоне обиды. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105. И оно уже находится в Бийском городском суде. В ходе следствия было установлено, что за день до совершенного преступления кто-то убил собаку. Изначально подозревали мужа, потерпевшей женщине. Однако в ходе допроса мужчина пояснил, что он не имеет к этому никакого отношения и посоветовал правоохранительным органам пообщаться с соседом. Тому не понравилось, что его хотят сделать крайним. Он взял нож и отправился в гости. Дверь открыла женщина, которая и приняла весь удар на себя. От множественных ножевых ударов она скончалась на месте. Вскоре подозреваемого задержали. Оказалось, что бийчанин психически нездоров. Отчет своих действий на момент совершения преступления он не осознавал, не понимал, что он делает. В результате чего будет по решению суда ему назначено лечение, а именно принудительное лечение в условиях закрытого стационарного типа, где он будет ограничен от общества. Сегодня на базе бийского лесхозтехникума состоялся финал национального чемпионата молодые профессионалы. Соревнования в условиях пандемии события необычные. Судьи следят за участниками по видеокамерам из Москвы, а сами площадки с открытого воздуха перенесены в помещение. В бийске соревнуются команды по ландшафтному дизайну из Барнаула и Павловска участники прошли серьезный отбор. Они уже лучшие в своем регионе. Теперь нужно представить Алтайский край перед строгим московским жюри. Участникам необходимо за 4 часа создать мини-сад по определенному чертежу. Ландшафтных дизайнеров оценивают по нескольким категориям, за каждую из которых начисляют баллы. Участникам придется работать с самыми различными материалами. То есть если мы будем говорить о деревянных конструкциях, то есть это пиломатериал, который они должны будут по размерам напилить на специальном станке торцовочной пилой будут работать. Основная возрастная группа будет работать с брусчаткой и они будут работать на камнерезном станке. То есть они должны будут сами напилить согласно техническому заданию. Что касается растительного материала, то здесь и рулонный газон, как я уже говорила, и древесно-пустарниковые растения, и многолетние цветочно-декоративные растения. Итоги подведут только через несколько дней. Медаль подобного чемпионата гарантирует льготное поступление в ВУЗ, а также трудоустройство. Опыт прошлых лет доказал, многих победителей пригласили на работу даже за границу. Подробный репортаж о чемпионате смотрите в одном из ближайших выпусков программы «Будни». Спортсмены возвращаются к активным тренировкам, причем не только в городе, но и в селе. В Сростках возобновили занятия ездовым спортом, популярность которого растет с каждым годом. Что изучают в школе молодого каюра и как проходит подготовка к первым после карантина соревнованиям, узнала Алина Бей. Выразительные глаза, улыбка душей, хвост трубой. Эти очаровательные собаки уже готовы к занятиям. Второй год в селе Сростки для детей и подростков работает школа молодого каюра. Ее организовала семья Фурсовых. У меня и у моего мужа Павла возникло желание создать школу молодого каюра для наших сельских ребятишек. Но постепенно мы стали интересны не только для местных детей, у нас стали приезжать дети с Бийска на тренировки. Школа, в общем-то, приобрела уже такой достаточно большой масштаб. Три, два, один, вперед! Управлять собачьими упряжками люди научились еще в давние времена. Но со временем ездовое собаководство стало любительским и возникло такое направление, как ездовой спорт. Нарты – это езда на саней. Впереди тебя прицеплены 2, 4, 6, ну, от 2 до 12 собак. Это получается зимний вид спорта? Да. Так, а ты про какую-нибудь расскажи. Каникросс – это бег с собаками. Там одна, две собаки. Ездовым спортом я уже занимаюсь третий год с августа 2018 года. Ты участвовала в соревнованиях? Да, участвовала. Большинство гонок и дролендов проходило в Новосибирске, такие как Путь сварги, На встречу снегу, Рождественский заезд, ну и другие. В школе молодого каюра ребятам показывают, как давать команды и правильно управлять собакой. И, что немаловажно, рассказывают о психологии животных. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть определенно твоя собака? Вот с кем ты занимаешься? Ну, я занимаюсь со всеми собаками, но больше всего мне нравится Оля. Это такая собака, которая подходит мне по характеру. Она добрая, хорошая, она меня понимает, она меня слушается. Как говорят тренеры, собаки очень чувствуют настроение и внутреннее состояние ребят, при этом не имеют никакой агрессии. Занятия с собаками плодотворно влияют на эмоциональное состояние, а также показывают ценности физической активности и здорового образа жизни. Они никогда не допустят себе с ребенком вести себя как-то агрессивно. То есть, особенно вот эти маломуты, они совершенно не агрессивные животные по отношению к человеку, а к ребенку тем более. Также в школе есть возможность обучаться со своим питомцем. Вот, например, Илья и его четвероногий друг Жека вместе занимаются скиджорингом, байкджорингом и коникросом. Как я знаю, у тебя есть две собаки, две хаски, да? А почему сегодня один друг у тебя? Мне... Я занимаюсь с собой, и мне... как... Я с ними по очереди занимаюсь, и сегодня очередь Жеки. Тяжело, да, с двумя сразу? Они очень активные? Да, они очень активные, быстрые и сильные. Соревновательный дух и драйв. Тренировка для каюра – это удовольствие от физической нагрузки и радость общения с собакой, а также поддержание спортивного духа и бодрости. Если у вас энергичный ребенок, который стремится к активной жизни и спорту и любит собак, однозначно нужно идти в школу молодого каюра. Алина Бей, Иван Зяблицкий, Будни. Вот какой он красивый! А теперь о погоде. 10 сентября в Бийске будет облачно, ожидается дождь, возможно, гроза. Ветер западного направления, слабое атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 12, плюс 14 градусов. И это все новости на сегодня. Всего вам самого хорошего. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бийск мой город» на канале YouTube, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bework.ru.